Субтитры делал DimaTorzok 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 Прошло немного времени, прежде чем лейтенант Смит получил свой первый вызов ДимаTorzok 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 Человек сам позвонил на горячую службу 911 и сообщил о содеянном Теперь он и несколько юнитов отвечают на этот вызов, чтобы произвести контакт с подозреваемым Джей, затем вернению 45 минутам Прошло ДимаTorzok Дешев 4 кiver Прошло Прошло ДамиTorzok Вперед Подозреваемый не подчиняется требованиям офицеров. Это может быть опасно во многих случаях. Да, сэр, давайте сейчас разберемся с вашей машиной. Вы бы не могли сейчас повернуться ко мне? Сэр, пожалуйста, к капоту подойдите. Сэр, остановитесь. А вы тут снимаете, да? Остановитесь, я вам говорю. А не хотите снять мою одежду? Я модель Ева, высшие пробы. Так, отлично, машина сейчас чиста. Сейчас труппер проведет осмотр человека, первичный обувь. Развернитесь, пожалуйста, лицом к автомобилю. Пожалуйста. Я надеюсь, у него это получится. Лицом к автомобилю. А я пока займусь автомобилем. Я пройдусь сейчас к своему патрульному автомобилю и одену перчатку. Лицом к автомобилю. Офицеры будут производить обыск подозреваемого для того, чтобы проверить его на наличие опасных предметов. Если вы задержаны, я зачитаю вам на данный момент ваши права, вы имеете право охранить молчание. Вы на данный момент подозреваетесь в убийстве офицера полиции. Лицом к автомобилю, далее мы со всем разберемся. Пожалуйста, не заставляйте меня использовать его. Мы далее со всем разберемся. Сейчас в данном автомобиле было обнаружено достаточно много следов крови. Нам потребуются следственные мероприятия на данном месте. Автомобиль далее я трогать не буду. Мне потребуется дать его на сцену. Хорошо, подскажите, пожалуйста, где вы прописаны? Спустя некоторое время на сцену, наконец, прибывает юнит, который должен транспортировать подозреваемого. Это ваш дом, правильно, Таня? Да. Я его купил, и тут, на берегу, и на маяке вдохновляю. Создаю новые виды одежды. День добрый, господа. Новую форму. Кстати говоря, можно поменяться полицейской формой? Нет, я думаю, такого будет невозможно. Несторожность здесь. Да, да. Парации не уточнили, зачем именно нужен транспорт. Вам подозреваемого, что ли, отвезти надо? Да, подозреваемого, отвезти надо. Я в Райт-Алонге, а тут... У меня разделителя нету. Правда. Он как бы не предусмотрен на моей машине. К сожалению, у офицеров выясняется то, что в автомобиле нет разделителя, иначе перевозить подозреваемого небезопасно. Ладно, тогда свободен. Наконец, на сцену прибывает нужный автомобиль, который может помочь с транспортировкой. Подозреваемый. Скорее всего, придется передавать медикам. Потому что, как получается, это он ранее признавался. Да, то, что он напал на офицера в Лос-Санске. А он где? Сейчас у моего патрульного крузора стоит. Вместе с труппером. Ладно, я понял. Вы там заберете? Еще раз. Я говорю, надеюсь, вы его там заберете? Управление. Я боюсь, что ты должен будешь передать медикам. Ты его достань сначала, управняй шериф. Еще раз, на всякий случай, зачитай права. И вызови медиков, передай. Потому что он явно... Подозреваемый повторно зачитывает права и помещает в автомобиль. Сцена закрыта, но лейтенант получает новый вызов. Значит, подозреваемый, соответственно, оказался Джунион Сандаваль. Это достаточно известный в Лос-Сантосе моделлер. Увы, у него сейчас на данный момент выявили психологические заболевания, да, раздвоение личности. Я так понимаю, что он не хотел нападать на офицера. Я думаю, он был в состоянии аффекта, когда это сделал. Но это уже дали медикам. Передадим дело. Сейчас же мы реагируем кодом 3 о незаконной поставке оружия на север Лос-Сантос. В этот раз вызов не менее серьезный. В диспетчерский департамент поступила информация о перевозке оружия. Дело происходит на севере Лос-Сантоса, поэтому лейтенанту стоит поспешить. Значит, сейчас мы подъезжаем к вызову деятельности. Я вырубил маяки для того, чтобы не привлекать с ним внимания, чтобы наша спецоперация прошла гладко. Офицеры договорились встретиться на Марлоу-Драйв, где капитан проведет брифинг. Зайдем в этот район, проверим там все. Вы там не приезжали случайно? Не заезжали? Да, я заезжал, проверил. Там есть парковка, где можно встать. Но, я думаю, это сделать лучше на гост ли вреи, либо на маркет ли вне. Да, на маркетах у нас нет. Попробуй проехаться на гост и посмотреть поближе, куда к ним я на маркетах. Смотрите, я довольна. Принято 9-0-2-9-8. Понял, проведу. Окей, соблюдай безопасность. На радость иметь. Понял. Ситуация не из простых, и лейтенанту предстоит проверить близлежащие территории. Сейчас, для своей безопасности же я лучше надену бронежилет. Вот. Надеюсь, пули выдержат. И вообще, надеюсь, что до стрельбы не дойдет. Контроль, ВТНС-4-38. Принято. Спасибо. Как, готов? Как видишь. Давай морально. Все же надеюсь, что это был ровно. Я найду, кто так пошутил на дежуну заднюю. Ну, можно. Так, там еще раз, значит, проехался. Присмотрелся. Там большое скопление автомобилей. Есть теперь фургон. И там, я заметил, там человек вроде был в белом криджаке. Вообще полностью в белом костюме. Не знаю, имеет ли он... Мы тоже присмотрелись к одному из домов? Я просто краешком глазу видел, что там стоит круглый фургон. И что около него топтало старый человек. Это дом был по правую часть. По правую сторону, точнее. Не полностью все видел там, ворота, так скажу. И смотреться, в общем. Ладно, нам сейчас диспетчер обещал вертолет отправить немножко с полуэффициентом для нас. И далее уже с улицах посмотрим, что там конкретно происходит. Узнаем информацию для безопасности и далее будем подходить. Контроль, забой, трезинка, 5-4. Офицеры запросили воздух-1. Глаз с неба, который поможет с помощью термальной камеры отследить подозреваемых. Контроль, 4-4, 8-7, 6-3. 1-8, 4-7. Сообщите время прибытия выходить на сцену. Ждать на данный момент отцены воздушной поддержки в пути. Примерно время ждать. Офицеры нашли возможного подозреваемого и направили за ним юнита для наблюдения. Такая себе идея была пускать его. Ну там сейчас за ним офицер. Ну понятное дело. Какой смысл, если уже занять следом. При этом у нас менее заметно автономить, чем у ЛСПД. Ну, не нашли. Как бы окей, хорошо. У меня есть полный авторитет от всех сторон. Хотя немного не понимаю. В принципе, есть подозрение, что такое сообщение не имеет места быть. Оно имеет смывания. Я думаю, что дальше мы скоординируемся с сотрудниками на предыдущем департаменту Лос-Антоса и в целом завершим свою работу без каких-либо жертв и экстренных ситуаций. Но пока идет все прекрасно, как я сказал. Ну, думаю, такие комментарии будут пока что. Более там ничего подозрительного не вижу. Автомобили все уехали. По крайней мере, перед забором вообще никого нет. Воззаг пролетит, посмотрит, даст нам картинку, мы все поймем, что происходит. Далее пойдем к ним под видом сообщения об открытой активности, громкой музыке, что-нибудь такое. Зайдем, вопросимся на территорию, посмотрим, что у них по счетам есть. Да, понял. А по времени прибытия воздух неизвестно? Я слышал, что они вылетели к нам. Сам понимаешь, когда у нас птички свои нет, тяжеловаться с другими агентствами взаимодействовать, получить вертолет. Наконец, вертолет дорожного патруля прилетает на сцену. Он поможет офицерам в поисках. Наличие вертолета означает старт операции, поэтому депети вовсю готовятся к старту. Сотрудники заняли тактические позиции и ждут сигнал от вертолета. Четыре сердца и восемь сискеры, снизили, снизили, ничего криминального там не находятся. Давайте подъедем. Сотрудники, там громкой музыки, пузырите активность, попробуем закидать территорию. Я не знаю, что происходит. Контроль побочий, перешей. Брэйк, брэйк, воздух один с офицером, автомобиль начал движение. Где находится два человека, по всему это это Вильям Мэри и Брэйк. Мэри. Силен-24-2 останавливал. Я сайт-выслал. Сразу же все окладываю. Принято, ждайте. Контроль, 2-бой, 4-6-4-2. 4-6-4-2. Как бы я успел? Мы с тобой в последнее время были только вместе. Тихо. Проеду что там происходит? Надеюсь, я ничего с нашим домом делать не буду. Я тоже надеюсь, что... Ну мы как бы заперли ворота. 0, 7, 7, Ильям... Я, Нарея, 8-55-5. Что происходит? Три машины? Серьезно? Надо будет позвонить в 2К. Вы, в самом деле, не зрит. Временно, скорее всего, и... Нет, в принципе, что-то вы... Надо... Будем поставить, и как первое. Пообщайся, я поситирую тебя. Вы, иди, узнай, что там... Что такое? Вы, иди, узнай. Сейчас. Кто? Мы с тобой. Сэр, вернитесь в автомобиль. В автомобиль верни. В... вернитесь в автомобиль. Сэр, пожалуйста, вернитесь в автомобиль. Для моей безопасности. Спасибо. В смысле? Какой радио безопасности-то, прикинь? Ну что, опасно? Ничего не знаю. Смешите, спеклу, пожалуйста. А, да-да-да. Что происходит? Да, здравствуйте, я... Доброй ночи. Я лейтенант управления шерифа Блэйн-каунти Джон Смит. Хочу уведомить сейчас, потому что на сцене производится съемка. Вас в ближнем ракурсе не будут снимать. Снимают сцену и нашу работу. Не беспокойтесь. Значит, на данный момент... Да, поступали жалобы, соответственно, по адресу... 606-8 на шум, мы отреагировали, соответственно, далее вы выезжаете оттуда и проигнорировав на... В смысле, Игнария, какой шум? О чем вы вообще? Какой шум? Это и звонка в 9-1 на 10. Также, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, ваш автомобиль не зарегистрирован. Ну, вы можете как-то объяснить? А он зарегистрирован. По нашей базе данных... Может быть, с вашей базе что-то случилось? Посмотрите еще раз внимательно. Хорошо, сыр, я это обязательно еще проверю. Могу я уверен? Пожалуйста, ваш документ. Адикарту, страховку, регистрацию на автомобиль. Сэр, тем и менее, я прекрасно. В принципе, здесь все подлинно. И вот, и на безопасных гражданах. Адикарта тоже в порядке. В том числе на вашу безопасность. Я думаю, мы больше не можем их задерживать. К сожалению, этот автомобиль не их подозреваемый. По крайней мере, улик недостаточно для того, чтобы их задержать. Сейчас, возможно, это, получается, был ложный вызов деятельной один. Это либо шутка, розыгры. Неважно. Сейчас пытаемся уточнить диспетчера имя позвонившего. После чего попробуем его навестить. Надеюсь, что звонок был мне на нем. Ну, пусть на трассу. Да, я слышал. Ну, что ж, тогда... Думаю, объявить хочет. 6 на 5, да. Сейчас, может, он опять, который обойдет в остановку. За 4 часа, не просто на 64, он перейдет на свою территорию. Вот так вот, как это ворота у дома. У нас там грин, что-то копает куда-то, не знаю. Ну, они вроде куда-то собирались. Зачем вам обратно домой? Уважаем сейчас так быстро. Делаем сейчас следующим образом. Мы оставим здесь все дому-потругленные юниты для патрулирования данных окрестностей. И в принципе, далее можно уезжать в очередь. Несмотря на то, что возвращение домой можно посчитать подозрительным, закона запрещающего этого делать нет. Поэтому сцену нужно закрывать. Контроль, 5-9-3-6-4-1-6. 3-6-4-2-6. Вы прибыли на МИТ? Так точно, вот буквально только что. Вас понял, наблюдаете автомобиль, который был брошен? А, никак нет. Здесь все... Можем выдвигаться дальше. Не, пожалуйста, к 5-0-9. Кажется, для меня это достаточно подозрительно, но... Мы здесь оставим одного юнита. Для того, чтобы он смотрел за... Данными людьми. Часом позднее, после заполнения необходимых бумаг и рапортов, капитан Джейкоб Келли снова на улицах Каунти. Нет, сэр, мы сейчас на момент с вами заехали на заправку, так как у меня... На этом автомобиле находится 9 галлонов, а, как вы все знаете, для того, чтобы функционировал автомобиль в своем привычном режиме, нужно соблюдать минимум половину бака. Соответственно, для этого мы заехали с вами на заправку. Также, если вы сейчас слушаете радиостанцию автомобиля, вы можете услышать то, что радиостанции сидят с нами и не только представители Украины Книфа и дружинка Альсандреса, который находится в БНК. Также мы слышим о Лос-Антос, о политических гипертаймах Лос-Антос. Да, мы с вами подъехали к бару Йеллджек, что находится напротив... Для скрытого контроля трассика, кстати, мы с вами напротив панорамы и контролируем перекресток, где происходит по нашей статистике самое наибольшее количество ДТП в СНДФОР. Также мы с вами контролируем слева стороны перекресток, пересечения с панорамой, естественно, что с литвой. Ну, и в целом, я вижу всю панораму драйв примерно до аэропорта и могу контролировать скорость на панораме. Также вот я активируем ремонт-радар, настраиваю на 55 миль в час. Ограничение на СНДФОР составляет 50 миль в час. Тем не менее, я из своих личных принципов не стараюсь срабатывать людей, которые превышают на 1-2 миль в час. К счастью, ночью на панораме никто не нарушил закон. Наступило утро, а значит и время инвентаризации. Каждое утро перед выходом на утреннюю смену сотрудники Шрифа Блэнг Каунти приводят автоматер своих автомобилей для того, чтобы убедиться в отсутствии технических неисправностей, комплектации оборудования и наличия всего необходимого для выполнения ежедневных обязанностей сотрудников. В данный момент автопарк в районе Шрифа включает в себя автомобили по типу Форд Эксплорер 2016 года и автомобили Таха, стоящие на заднем фоне 2014 года. В основном, автомобили Таха используются специальными подразделениями и отделом. Автомобили Форд Эксплорер используются в основном начальством, а также и обычными контрольными офицерами для выполнения для достижения эффективного выполнения должностных обязанностей. Контроль привилем 6055. Поехали, нас на вызов прикрепляет. Водитель фото воздействия на крупногабаритной технике. В данный момент поступил вызов 911 о пьяном человеке за рулем крупногабаритной техники в районе Марина. На вызов 1050. Едем туда, проверяем информацию. Сейчас увидим, что это получится. Так, в момент мы остановились для подробного изучения деталей вызова в МДТ. Сейчас посмотрим и поедем дальше. Келли и еще несколько юнитов получили вызов о пьяном водителе коммерческого транспортного средства. Это может быть особенно опасно, учитывая то, что к коммерческим транспортным средствам также относятся и автобусы, которые перевозят людей. Поэтому штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения на коммерческом транспорте в разы выше. «Пuz糖» temperate «Rapする» «Расадنا» «Расадина» «Расадина» Вытер в estrat Принято. Каким вы были на вызов? Сейчас будем общаться с людьми. Граждане, доброе утро. Объясните мне, что здесь происходит. Прекрасно. Лучше эту махину выходя из экскаватора. Сэр, выходим из транспорта. Уберите людей из-под транспорта. Парень. Ты? Давай, дойдём, пойдём. Парень, выходи из бульдуиста. Парень. Я ничего не понимаю. У нас здесь поговорительно, кто людей в состоянии то ли наркотического, то ли алкогольного опьянения. Дайте нам ещё 10-30 на сцену. Стой, говорю. Говорю, стой, куда поехал. Стой, говорю. Останавливай махину. Всё, повезут. Граждане. Граждане. Ты всё. Твою мать. Стой. Стань, остановись. Стой, говорю. Останавливай эту штуку. О, бля, есть волк. Стой, сказал. Стой, в... Буду стрелять, будет стрелять. Стой, выйди из автомобиля, выйди из автомобиля буду стрелять. Здесь 4 принято Здесь 4 принято Спасатели и руки в аккаунте будут направлены на ближайшее место в ожидании безопасного зона 1,7,8,3,23 Пусть отсюда, куда? Не остановись Офицеры полей не стоят Сейчас не остановимся, парень, задумайся Остановись Остановись, я сказал 4,7,8 1 юнит, возьмите карабину Контроль, ты там... Так, всё... Ты здесь? Окей, эээ... Стив, подожди ко мне Окей, эээ... Ты с дробовиком впереди нас, мы сзади тебя Подходим, проверяем, вытаскиваем его Окей, держу, забирайся, вытаскивай На прицеле у меня За перекрестом, следим Депутин Фергенсен, пройдите До офицера Грина, помогите Я считаю, у меня прикрепили, а бренд Бима Да, на данный момент у нас произошла неподвигательная ситуация Люди, находящиеся... Человек, находящийся за... Программ данного транспорта Соответства Сделал несколько опасных панёвров В сторону офицера полиции И после чего офицера полиции Открыли, если бы В момент офицер Номер, разрешаемый, не ранен И не удерживает К счастью, непредвиденная ситуация Разрешилась как можно лучше для всех Водитель не пострадал, хоть и сам планируя Причинить вред другим Надавив на гашетку и чуть не убив офицера Данный человек Будет доставлен Сустройниками специального департамента Андрес После оказания помощи в Камере временного содержания Франишрифа Блэйн Каунти Для дальнейших разбирательств по данной сцене Все молодые люди Находятся на момент в стабильном состоянии Их жизнь и здоровье ничего не угрожает Сустройникам специального департамента Подождите, я подождаю почты по вызову номером 1 0 612 Подозреваемый Был известно заставлен Замер изоляции Тыч 34 приняты Пой 4 Контроль, против ladoиха 8 9 есть после Там нужно вернуться с 2 5 Переход шесть шеф Продолжение следует...